Твои ценности – это тот фундамент, вокруг которого будет строиться вся жизнь. Важно понимать, какие вещи главные. Учитывая, сколько вопросов нам приходит на эту тему, мы решили сделать отдельное видео. С вами ТОП ХАЙП и это ТОП 10 вещей, которые должен знать каждый мужчина. Погнали! Слова – это настоящая сила. С их помощью можно не только очаровать женщину, но и сподвигнуть целый народ на войну. Сколько революций произошло благодаря красноречивым ораторам? Сколько женских сердец было взято в плен благодаря сладострастным речам? Если ты не придаешь достаточного значения своей речи, то измени свои взгляды уже сегодня. Представь, что у тебя нет особых интересов, но девушка на первом же свидании спросит, чем ты увлекаешься. И есть два варианта. Можно ответить так. Но я люблю видеоигры. Жизнь порой бывает так скучна, что больше ничего не остается, поэтому я играю. Либо второй вариант. Ты знаешь, несмотря на мой возраст, я люблю видеоигры и не стесняюсь этого. Сама посуди. Это новые миры. Каждый раз будто смотришь увлекательный фильм, где ты главный герой, от которого зависит дальнейшая развязка. Я обожаю новые миры. И да, это часть моей личности. Какой вариант вам нравится больше? Я думаю, ответ очевиден, поэтому развивайте свою речь. Давайте себе самооценку. Многим мужчинам намного удобнее полагаться на чужую оценку своих действий. Особенно учитывается оценка женщин. Чем мужчина популярнее среди женского пола, тем он успешнее. Но все это далеко не показатели того, что мужчина движется верным путем. Вы должны уметь давать себе самому адекватную самооценку, на которую всегда сможете положиться, которая всегда будет двигать вами. Далее. Чаще проявляйте инициативу. Женщины это любят. Даже если девушка вас сильно любит, но вы не слишком уверены в себе и часто не можете проявлять инициативу, то рано или поздно ваши отношения дадут трещину. К примеру, любимая спросит у вас, куда вы хотели бы сходить, а в ответ вы ей скажете, что просто не знаете и позволите решить ей. Это не очень хорошее качество, ведь в конце концов, девушке надоест все решать за вас, ей просто это надоест, и она может найти другого партнера, более уверенного в себе. Поэтому не упускайте момент, меняйтесь и будьте более уверенным. Предлагая что-либо вам выбрать, будь то туфли или место, куда вам стоит сходить, о котором я говорил раньше, женщина хочет, чтобы вы выполнили свою мужскую роль в отношениях. Скорее всего, она сама вам этого не объяснит, потому что эти поведенческие механизмы подсознательны. Другими словами, она хочет убедиться в том, что вы способны отличить хорошее от плохого, способны выбрать, что будет лучше, не только для нее, но и для ваших отношений в целом. Задавая совершенно тривиальные вопросы, она смотрит гораздо глубже, чем вы думаете. Об этом важно помнить. Это ни в коем случае не значит, что вы должны принимать абсолютно все решения, но лучше делать это в большинстве случаев. Жизненные цели Мужчина, который имеет цель в жизни, гарантированно привлечет женщину. И поверь, не обязательно, чтобы эта цель была грандиозной. Главное, это вера в себя, свою идею и миссию. И все это делается вообще не только для того, чтобы привлечь женщину, я просто говорю это как бонус. Ты можешь быть бедным художником, который мечтает о своей картинной галерее, а также домике на берегу озера. Это обязательно привлечет ту, которая разделит твои идеи и поможет воплотить их в жизнь. Можно работать клерком с хорошей зарплатой, единственной целью – жить до пятницы, но вряд ли это привлечет достойную женщину. Не обязательно твоей мечтой должна быть империя, которая будет приносить миллиарды. Может быть, тебя устроит простой уютный дом, в котором будет царить уют, тепло и мир. Главное, не скрывать этого и говорить честно о своей мечте. В таком случае ты не нарвешься на королеву с завышенным самомнением, а встретишь добрую, милую девушку, которая будет рада прожить с тобой жизнь. Следите за своим здоровьем Если взглянуть на демографию, то будет ясно, что длительность жизни мужчины в большинстве стран меньше, чем у женщин. Это связано с тем, что мужчина является кормильцем и защитником своей семьи. Если вы не хотите стать очередным подтвердением демографических показателей, побеспокойтесь о трех вещах. Это 7-8 часов сна, здоровое питание и контроль стресса, а также занятия спортом. Все просто. Истинная личность Многие парни, начиная отношения, стараются казаться не то чтобы лучше, но ведут себя неестественно. Назовем это замещением личности, но проблема в том, что девушка может быть очарована не тобой, а твоим идеальным альтер-эго. К примеру, отношения длятся уже полгода и по ночам она начала слышать странные звуки в шкафу. Это скребутся скелеты, которые вот-вот выберутся наружу и начнут греметь своими костями. В итоге можно понять, что бы слишком разные. И твой корабль отправляется в очередное путешествие в поисках новой гавани. Поверь, не стоит скрывать свои убердения, взгляды и интересы. Даже если ты понимаешь, что они странные. Подстраиваясь под стандарты общества, ты найдешь стандартную девушку, которая не сможет понять глубину твоего внутреннего мира. Оставайся собой, твои честность, искренность и непринужденность станут чертами, которые привлекут внимание и сделают тебя настоящим мужиком. Творчество Когда ты полон творчества, у тебя появляется больше возможностей. Старайся каждый день создавать что-то небольшое, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Это один из способов заставить себя заботиться о себе. А не полагаться на кого-то еще. Почему? Потому что твое понимание красоты и уродств этого мира будет уникальным. Оно будет твоим. Распорядись этим. Если ты сможешь хотя бы на 1% в день быть более креативным, это сделает тебя великим. Ты будешь чувствовать себя хорошо, улучшать отношения с людьми, и ты всегда сможешь делать то, чего тебе хочется. Еще одна вещь, которую должен знать каждый мужчина, это то, что женщина любит по хвалу. Каждый раз, когда вы искренне хвалите женщину, она ощущает себя нужной. Это очень ее радует. Посмотрите вокруг. Многие женщины регулярно заботятся о своей внешности. Они делают красивую прическу, макияж, каждый день выбирают, какое платье нужно надеть, и какие туфли к нему лучше всего подойдут. Было бы глупо полагать, что они делают это исключительно для себя. Любая женщина хочет почувствовать, что она любима. Именно поэтому чаще всего у девушек портится настроение из-за того, что им кажется, что их больше не любят. Поэтому не жалейте комплиментов, если девушка их достойна. И почаще напоминайте своей второй половинке, что она прекрасна, и вы увидите, как она будет расцветать на ваших глазах. Внешность мужчины для женщин не главная. Банальный пункт, который, тем не менее, многие забывают. Большинство мужских комплексов связано именно со внешностью и мыслями о том, что о ней подумает девушка. Пора уже расставить точки над «и». Да, существуют девушки, для которых внешность в отношениях играет очень важную роль. Но если признаться, кого такая девушка привлечет? Для большинства умных девушек это действительно не главное. Для нее будет первостепенно то, кто вы есть и чем занимаетесь. Другими словами, какие у вас ценности? Девушка может полюбить вас за то, что вы цените свое время и проводите его с пользой. Например, занимаетесь любимым делом – спортом, музыкой или же коллекционированием чего-либо. Такая девушка хочет видеть рядом с собой человека, у которого имеются свои ценностные приоритеты, свои цели и свои взгляды на различные жизненные аспекты. Вот и все. А то, как вы выглядите, будет лишь маленьким дополнением ко всему остальному. И это дополнение, в общем и целом, мало на что влияет. Еще один важный пункт – это уметь настроиться на успех. Мы определяем наше счастье. Счастье не зависит от каких-то внешних условий. Она обусловлена нашим настроением. Счастье – это выбор. Оно не основано на том, что происходит вокруг нас. Оно основано исключительно на том, что происходит внутри нас. Счастье основано на мыслях, которым мы уделяем внимание в текущем моменте. Неважно, что вы имеете, кто вы, где вы или что вы делаете, чтобы быть счастливым. В общем, суть тут в том – просто наслаждайтесь моментом и передавайте эту энергию другим людям. Делайте то, что нравится. Люди не будут успешны, пока не будут получать удовольствие от своей деятельности. Если хочешь быть успешным, не делай что-то за деньги. Деньги не дают достаточно мотивации, чтобы преодолеть все препятствия, возникающие на пути к успеху. Естественно, ты не можешь просто сегодня взять и бросить свою работу. Нужно начинать планировать, как это произойдет и чем ты будешь заниматься. То есть сделать плавный переход. Также иногда рискуйте. Человек, который готов зайти дальше остальных, как правило, смел и отважен. Для достижения успеха вы должны иногда принимать риск того, что можете оказаться в затруднении или потерпеть неудачу. Бездействие порождает страх. Действие порождает уверенность и мужество. Если хочешь победить страх, не сиди дома и не рассуждай. Выйди из дома и начни действовать. Начни действовать сегодня. Если у вас есть хорошая идея, то попробуйте. Бездействие порождает еще большее бездействие. А действие порождает еще большее действие. Все очень просто. И этот пункт отчасти я говорю даже для себя, потому что часто для меня это проблема. Эффективно используйте ваше время. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что о вас говорят люди, почему бы не использовать время, пытаясь совершить что-то, чем бы они восхищались? И чем бы ты сам восхищался? Проводить время, думая о том, как воспринимают вас другие, это огромная потеря времени. Сосредоточьтесь на том, чтобы создать что-то особенное. И люди точно будут вами восхищаться, если это ваша цель. Разочарование и неудачи – это две самые главные ступеньки к успеху. Часто те, кто терпели величайшие поражения, также имели величайшие победы. Вы должны использовать разочарование и неудачу как инструмент, который перенесет вас из яма во дворец. Надеюсь, что вам было интересно. Если так, то поставьте лайк под видео. Для нас это очень важно. А также подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать все самое крутое. Спасибо за просмотр, а также зацените несколько наших предыдущих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok